Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок! С вами Анастасия Гулис и сегодня хотелось бы мне поговорить об осенней подготовке хвойных к зимнему сезону. Наверняка многие из вас сталкивались с проблемами, которые возникают весною у многих хвойных растений, особенно у таких капризных видов, как кипарисовики. Некоторые сорта туи этим отличаются, также ель канадская коническая, также очень часто страдает весной она. И правильная осенняя подготовка, она может избавить вас от многих заболеваний, от многих физиологических нехороших состояний, которые можно предотвратить сейчас, в данный момент. Но прежде всего любая подготовка к зимовке начинается с осмотра растений на предмет его поврежденности, болезнями и вредителями. Если вы видите, что при легком встряхивании из вашего растения летит большое количество хвои, этим очень часто отличаются растения с плотной кроной, такие как можжевельник стрикта, также этим страдают многие сорта туи с плотной пирамидальной кроной. У нас в этом году в Беларуси было очень жаркое и сухое лето и такая погода, конечно, провоцирует засыхание хвои. Вот эта сухая хвоя, которая находится внутри кроны, она не придает нашему растению ничего хорошего. Это идеальное место, в котором зимуют вредители, не обязательно вредители, которые вредят нашему растению хвойному, но все товарищи, которые пришли из плодового сада, от декоративных других растений, они здесь найдут идеальное место для зимовки, потому что это хорошо утепленное пространство. Кроме того, грибки при намокании такой вот хвои, они получают идеальную почву для массового размножения. И если в свое время они могут выполнять полезную функцию разложения растительных остатков, то когда заканчиваются мертвые части, они начинают паразитировать на живых растениях. Конечно, желательно от этого избавиться. Как нам избавиться от вот этого мусора, который находится внутри кроны? Ну, если это невысокое растение, то можно просто трясти его руками. Это, конечно, не очень приятное занятие, поскольку в голову летит всякий мусор, ну и в общем-то колючки тоже никто не отменял. Но если растение у вас большое, используйте грабли. Оно нам позволяет иметь относительно чистые непоколотые руки и чистую голову. Кроме того, при помощи грабли мы можем избавиться от сухого мусора, который находится внутри кроны очень высоких растений. Смотрим, есть ли у нас ветки, которые не отвалились, но имеют красную рыжую окраску. Дело в том, что у некоторых сортов есть неустойчивость к такому заболеванию грибному опасному, как фузариоз и фитофтороз. Вот эти оба заболевания могут паразитировать на хвойных растениях, вызывая очень быстрое поражение ветвей. Если вы видите, что края, кончики ваших веток имеют рыжую или желто-коричневую окраску, то это чаще всего именно поражение этими грибами. Такие ветки вырезают до основания, смотрят, чтобы не было каких-то гнилых частей, чтобы стебель имел нормальную окраску на срезе. Потому что, как правило, и при фитофторозе, и при фузариозе поражаются сосуды растения, и в срезе вы увидите коричневое кольцо. Это указание на то, что растение болеет именно этим заболеванием. После такой обработки, после того, как мы удалили все потенциальные источники инфекции, мы займемся обработкой химическими препаратами, особенно в том случае, если вы обнаружили возбудители заболеваний на своем растении. В осеннее время рекомендуется использовать стандартные препараты на основе медного купороса. При температуре воздуха до 12 градусов тепла эти препараты еще вполне можно применять. Как правило, еще летом многие из вас обратили внимание и увидели на можжевельнике казацком, на его сортах, плодовые тела ржавчины. Это такие желтовато-оранжевые студенистые выросты, которые скрываются на ветках, затененных другими ветками. Чаще всего ржавчина активно размножается в годы с жаркой и дождливой погодой. Она очень сильно в эти моменты просто прогрессирует. Чем опасна ржавчина? Можжевельник может вашей сильно и не пострадает, но пострадают плодовые деревья, которые вы выращиваете, прежде всего груша. Еще одна важная мера защиты хвойных растений накануне зимы – это влагозаряджающий полив. Для условий Беларуси его, как правило, проводят уже в самом конце осени, иногда даже в начале зимы, зимы, когда температура воздуха составляет порядка плюс два, плюс пять градусов и прогнозируется в ближайшее время уже заморозки и понижение температуры дневных. В чем заключается влагозаряжающий полив? Под каждое дерево или кустарник хвойный, в зависимости от его размера, выливается от 10 литров на маленький кустарник, свежепосаженный высотой до 60 сантиметров будет достаточно одного ведра воды. Если у нас крупные растения, например, вот как этот можжевельник, хотя его не стоит на него проводить, но если у вас имеется кипарисовик, например, вот такого роста, на него используется до 80 литров воды, то есть это 8 ведер воды. Но если у вас перед этим шли длительные продолжительные дожди, то естественно такое количество воды, оно просто физически не впитается. То есть вы поливаете с оглядкой на предыдущую погоду в вашем регионе. Что дает влагозаряжающий полив? Для растений, которые склонны к зимнему обгоранию, например, кипарисовики, некоторые сорта туи с ювенильной хвоей, а также некоторые сорта ели канадской, эта мера позволяет избежать ожога. Листья напитываются влагой, то есть они уходят в зимовку полностью снабженными влагой. И когда весною или в конце зимы у нас начинается яркая солнечная погода, деревья, они испаряют эту влагу, но они не испаряют ту влагу, которая в минимальном количестве должна оставаться в листьях. Поскольку в этот момент корни растения еще не работают, растения еще находятся в покое, а листья уже разбужены. И вот именно это состояние вызывает ожоги хвойных. В таком случае вам не будет нужды закрывать растения различными притенками. Пожалуй, на этом осеннее мероприятие по уходу за хвойными растениями можно закончить. Отмечу только одно. Не подкармливайте в данный момент хвойные растения. Подкормки должны быть закончены не позднее, чем середина августа. Сейчас ваша подкормка может только навредить. Оставьте это на следующий сезон. С вами была Анастасия Булис на канале Про цветок. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Субтитры создавал DimaTorzok